Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник, горячий. Чайник трогать нельзя, он горячий. Первое убеждение. Дальше идет в детский садик, новый детский садик заходит, там большой мальчик вызывает его, бьет, отбирает конфет. Так, он думает, миром правит сила. Ну так, не думаю, что миром правит сила, но если мальчик сильнее меня, то он отберет у меня конфетку. Значит, начинает делать выводы, я должен конфеты прятать. И таким образом у человека формируется убеждение. Вот, например, то, что касается бизнесменов. Вы знаете, почти 65%, согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели такой, что они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги — это чувство вины. Второе, деньги — это плохо. И, соответственно, деньги — это объект преступления, и от них надо избавиться. — Извиняюсь, перебью. Это только у предпринимателей, бизнесменов, или это у всех? — Нет-нет, у всех людей. — У всех, да? То есть дети, когда видят деньги, начинают... — Да, у всех детей, да. От денег надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне в прошивке у него написано, что деньги — это улика, от них надо избавиться. И таким образом у человека с детства формируется убеждение, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира — это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что, вы знаете, на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. И формируется картина мира. На основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы — это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила — это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навык у нас формируется характер и привычки. Так вот, менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждение, как правило, привычки меняются, правила меняются, ценности меняются. Поэтому нужно чётко понять, понимать природу происхождения каждой привычки. Каждая привычка нам даётся не просто так, она выполняет очень важную функцию, она снимает огромную энергетическую нагрузку с нашего мозга. Потому что мозг — это суперэнергозатратный инструмент, он потребляет до 80% энергии нашего тела, но проблема в том, что он не работает целый день, поэтому 80% не потребляет. Но когда он работает, он потребляет огромное количество энергии. Поэтому мозг наш спрограммирован таким образом, чтобы его использовать как можно меньше. Только для решения новых задач.